Библейский портал экзегет.ру представляет 46-й псалом, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Ну вот, псалтирь у нас многослойная, многоплановая, не устаю это повторять. И у нее вообще, у псалтири есть такое одно магистральное направление. От проблемы к благодарению. То есть в самом начале много говорится о том, как все плохо, в конце очень много говорится о том, какой прекрасный Господь и как Он помог нам, чтобы стало хорошо. Но это я очень сильно упрощаю. Понятно, что это не прямолинейное движение, а псалмы, в которых все плохо будут еще и еще встречаться. И в самом начале тоже есть псалмы благодарности и хвалы. Но в целом движение именно вот такое. Да, это тоже определенный урок, это тоже определенная модель. Человек часто прибегает к молитве, когда у него все плохо. Но это плохо должно превратиться в благодарность в какой-то момент. И вот здесь у нас как раз 45-й был таким рубежом. В 45-м было объяснение, что в конечном итоге Бог посреди города и город не дрогнет. А 46-й открывает такую первую, для второй части псалтирия, такую первую секцию благодарности, где о Боге говорится как о том, кто действительно нам уже помог и кто с нами. Начальнику хора псалом сынов Короха. Очередное упоминание этой группы священнослужителей. Все народы рукоплещите и криками радости Бога славьте. Ибо страшен Господь Всевышний, Царь Великий над всей землей. Он народы поверг пред нами, к нашим стопам племена поверг. Сам выбрал землю, которой мы будем владеть, достояние Иакова, любимого Богом. Музыка. Поднимается Бог, восклица они несутся. Поднимается Господь, отрубят в рог. Пойте же Богу хвалы, пойте. Царю нашему пойте хвалу, пойте. Бог — это Царь над всей землей, пойте искусную песнь. Воцарился над всеми народами Бог. Бог воссел на престоле Своем святом. Вожди народов собрались к народу Авраамова Бога. Властелина земли во власти Бога. Бог вознесен над всеми. И вот что интересно в этом словословии, здесь подчеркивается многократно, псалом короткий, но многократно подчеркивается. Все народы рукоплещите. Народы поверг пред нами, к нашим стопам племена поверг. Здрасте, мы всех завоевали. Все по этому поводу радуйтесь. Как-то нелогично, да? Плачьте, трепещите, но не радуйтесь же. Да нет, мы не завоевали их. Мы, то есть псаломопевец говорит от лица израильтян, мы те, кто несет народом весть о едином Боге. И они эту весть принимают, должны принять, примут. Вот тут модальность может быть разной. И вот тогда они будут перед нами повергнуты. Не в смысле военного поражения. Нет, есть в псалтире места, где упоминается явно военное поражение врагов. Но здесь Господь царит над всей землей. Просто не вся земля еще это поняла. И вот этот псалом описывает то, что должно произойти. Все народы рукоплещите и славьте Бога. Так славят незавоевателя. Завоевателю там молча снимают перед ним шапку и кланяются, стараясь не смотреть в глаза. А вот рукоплещут тому, кого принимают. И у нас был недавно царский псалом, царская свадьба, 44-й. И вот здесь тот же Господь как царь. Поднимается Бог, восклицания несутся. Поднимается Господь, отрубят в рог. Пойте же Богу хвалу, пойте. Царю нашему пойте, хвалу пойте. Вот он и назван царем над всей землей. И этот псалом описывает то, что должно произойти. И воцарился над всеми народами Бог. Вожди народов собрались к народу Авраамова Бога, властели на земле во власти Бога. Казалось бы, где-то это так, около трех тысяч лет назад, это звучало абсолютной утопией. Как если бы я сказал, что, я не знаю, там, Российская Федерация включит в себя территорию всех стран мира. Ну, кто в это поверит, да? Кто поверит в то, что к единому Богу придут все цари народов? А пришли. Конечно, есть и сегодня многобожие. В мире, но его все-таки довольно мало, да? И присутствие монотеизма, причем именно авраамического монотеизма, то есть христианство, иудаизм, и ислама, оно абсолютно везде есть, да? И в каждом народе, в каждом городе прославляют единого Бога. То есть это сбылось, как ни странно. Вот очень важно, что в псалтире, помимо того, что есть много псалмов, воспевающих именно израильские народы, которые говорят о том, что вот именно нашим отцам Бог помог, есть и вот этот универсализм. Бог, он Бог всего человечества. Он не только Бог израильтян, иудеев и так далее. Он для всех. Другое дело, что именно этот народ несет о нем весть. И вот это прославление начинается именно здесь, в том месте, где говорится о том, что Бог над всей землей. В 47-м псалме в следующем немножко более подробно будет об Израиле, об иудее, но уже в контексте именно этой общей линии, да? То, что он Бог над всей землей. Он царь всего мира, и все народы к нему так или иначе однажды прибегнут. Субтитры создавал DimaTorzok